Раньше этот ведомственный детский сад принадлежал Министерству обороны. Здания и игровые площадки были в ужасном состоянии, вспоминают и местные жители, и чиновники. Несколько лет назад его перевели в муниципальную собственность. Роман, отец двух детей, Дешкалят Горди и Софи, сам был воспитанником этого садика. Говорит, сейчас здесь просто сказка. Очень рады, что открывают детский садик, сами в него ходили, здесь живем. Легче станет, конечно, что детей не надо будет в Лазаревскую возить. Конечно, все приукрасили, много всяких горок, аттракционов для детей. Конечно, очень красиво и хорошо. Раньше этот 87-й детский сад назывался «Елочка», но теперь руководители и педагоги уверены, настало время переименовать его в «Радугу». Жизнь здесь станет такой же яркой. У воспитателей уже есть идеи, как развивать у малышей творческие способности. Поскольку учреждения находятся рядом с морем, будут для ребят и специальные программы по закаливанию. Новый ремонт полностью от пола до потолка. Все ремонт, водоснабжение, канализация, все-все-все, электрика, все новое. Самое главное, в здании появился современный, отвечающий всем санитарным требованиям, пищеблок. Теперь у трех поваров будет возможность готовить вкусную и полезную пищу. Кроме того, здание полностью соответствует требованиям безопасности. Есть пожарная сигнализация, видеокамеры уже приступили к работе и охранники. Поздравляю всех нас с таким замечательным событием, что наконец-то наш вот этот игрушечный, я бы просто сказала, пряничный детский садик открывается в Чимитаквадже. Вот я вижу столько много красивых молодых мамочек с детками. Просто душа радуется, что жизнь идет. Город Сочи, который сегодня известен всему миру. Город Сочи, который сегодня, наверное, самое красивое, самое удобное, самое прекрасное место на земле. И мы сегодня продолжаем и продолжаем открывать новые объекты, радоваться нашим детям. В новый детский сад придет 120 малышей от 2 до 7 лет. Больше половины мест уже распределено. Работать здесь будет 24 человека. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.